В этом видео мы поговорим об общем процессе работы со скульптом. Не важно на самом деле даже в блендере это или не в блендере, просто мы перечислим основные этапы, что на каком этапе делается. Некоторые из этих этапов могут опускаться, например, если они не нужны, но в целом поговорим о последовательности действий, если мы хотим создать скульпт и поработать с ним. Для начала нам нужно будет задать базовую форму объекта. Мы можем воспользоваться несколькими способами для этого. Мы можем воспользоваться обычным полигональным моделированием. Например, мы можем создать какую-то форму и затем ее использовать в качестве основы для нашего скульптинга. Например, создать кубик, подразделить его несколько раз, видоизменить как-то его форму и вот этот вот получившийся объект использовать как базу для скульптинга. Что мы можем еще использовать? Мы можем использовать мета-объекты. В меню создания у нас есть не только мыши, но и мета-объекты. Вот они. Есть различные типы мета-объектов. Мы можем создавать их и в чем отличие этих мета-объектов? Они взаимодействуют друг с другом. То есть если сделаем копию этого объекта и начнем ее трансформировать, то вы видите, что если достаточно близко подвести такие объекты друг к другу, они слипаются. Это очень удобное свойство, которое позволяет нам создавать различные формы достаточно быстро. То есть мы можем несколько мета-объектов спаять друг с другом и получить первоначальную форму для того объекта, который нам нужен. Затем такую геометрию достаточно легко трансформировать в обычный полигональный меш и продолжить работу над ней уже в режиме скульптинга. Третьим способом создания базовой формы для нашей геометрии является использование модификатора Skin. Модификатор Skin добавляет вершинам и ребрам геометрии. Сейчас покажу на примере, чтобы было лучше понятно. Уберем вот эти две вершины и оставим только одно ребро с двумя вершинами. Если мы вот этому ребру в объектном режиме добавим модификатор Skin, то, как вы видите, вокруг нашего ребра создалась форма. И она повторяет форму ту, которую мы с помощью вершин вот этих экструдированных зададим. То есть если мы будем экструдировать вершины, геометрия будет повторять форму нашей экструзии всей. Мы можем дополнительно к модификатору Skin добавить, например, модификатор уровня подразделения и получить вот такую сглаженную форму. И таким образом, экструдируя вершины, мы можем получать базовую форму того объекта, который нам нужен. Если нам нужно изменять толщину, мы также здесь можем это сделать. Такой объект также достаточно просто превратить в Mesh и работать с ним дальше уже в режиме скульптинга. Конечно, мы можем и не пользоваться всеми этими вариантами и сразу воспользоваться динамической топологией. Например, поставить в стороне кубик, подразделить его два раза, применить модификатор и затем включить режим скульптинга, включить динамическую топологию и сразу перейти непосредственно к работе над объектом и к созданию его формы, которая нам будет нужна на этом объекте. То есть вариантов, которые у нас есть при работе и при создании базовой формы, их достаточно много и все зависит от того, в общем-то, насколько удобен будет конкретно определенный вариант и насколько он подходит для конкретной какой-то модели. Что еще хочется отметить? Сейчас перейдем на объектный режим. Я удалю вот эти объекты, которые нам пока что не нужны. Это то, что каждая часть модели может создаваться отдельно. Зачастую, в общем-то, и нужно создавать отдельные части модели отдельно. То есть, например, в данном случае у нас слоник сделан несколькими частями. Например, уши у него идут отдельным объектом. Это динамический скульпт. Хобот у него, в общем-то, тоже идет отдельным объектом. Здесь я его просто спаивала для того, чтобы удобнее было запекать детали. Но, в принципе, если мы нажмем клавишу L, то мы увидим, что это отдельный объект. Если я его с помощью клавиши P отделю, то вы увидите, что эта часть также идет отдельно. Мы тут отделили немножко лишнее, но неважно. Я просто хотела показать, что хобот здесь тоже идет отдельно. Зачем нам это делать? Это, во-первых, позволит изолировать детали друг от друга и не задевать при работе с одной деталью другую деталь. Например, если нам нужно сделать хобот, который касается головы слоненка, потом детализировать вот эту вот область. Замучаешься, если не сделаешь эти детали раздельными. Потому что, например, если сближать тут поверхности или как-то их вытягивать, то, если это один объект, они будут взаимодействовать друг с другом, и все время будет получаться между ними определенное расстояние. То есть мы фактически даже их сдвинуть в некоторых условиях не сможем. Также есть детализация. Очень неудобно на этом участке будет делать детализацию, если будет это один и тот же объект. Вот. Это первое, что нужно отметить. Во-вторых, такой вариант позволит нам при необходимости поместить объекты на отдельные слои и облегчить сцену. Это будет полезно в том случае, если у нас в объекте очень большое количество полигонов. И мы потом, например, собираемся запекать объекты и так далее. То есть разделить это нам поможет наш объект, такой вот высокополигональный, на отдельные части. В любом случае у меня сложилось такое убеждение, что спаять детали, если это нужно, всегда проще, чем отделить. Потому что при отделении нам приходится работать вот с такими вот вариантами геометрии. Например, когда детали очень близко прилегают к друг другу и становится тяжелее их отделить друг от друга. А спаять детали, а затем подправить какие-то ошибки, на мой взгляд, просто бывает проще. Теперь, когда мы получили базовую форму для нашего объекта, мы можем продолжить и выполнить его детализацию. Мы можем это делать в режиме динамического скульптинга, как я сделала здесь. И на режиме динамического скульптинга я сделала такую среднюю детализацию. То есть какие-то дополнительные даже формы тут есть. Либо можно оставить объект в базовом таком режиме. Главное, чтобы силуэт хорошо был виден. То есть не обязательно делать какой-то такой микродетализации. Главное, чтобы силуэт хорошо просматривался. И такую модель можно отправить на доработку в режиме мультирезолюшн. Либо вы можете довести детализацию до вот такого средне-высокого уровня. И дальше перенести детали с динамического скульптинга на мультирезолюшн. И продолжить работу в модификаторе мультирезолюшн над какими-то микроэлементами. И внести правки в вашу геометрию, если что-то будет не так. То есть вот такие два варианта действия дальнейших. Что дальше? Дальше вы можете либо оставить модель в варианте динамической топологии, если вы хотите просто рендер ее сделать. Либо, если вы хотите ее пустить куда-то дальше, то на этом этапе вам нужно будет провести ретопологию базовой формы. Чистовую, либо черновую. Суть ретопологии – это создание аккуратной и чистой сетки для модели. Причем ретопологию можно создавать как вручную, с помощью прилипания вершин к поверхности. То есть вы создаете отдельный объект и экструдируете его вершины, и они прилипают к поверхности. Таким образом вы обходите всю поверхность вот этого вашего базового объекта и получаете ретопологию. Можно сделать это полуавтоматически. Например, с помощью аддона RetopoFlow можно облегчить какие-то варианты создания геометрии для некоторых деталей. Либо есть модификатор Remesh, но это как такое переходное средство. То есть модификатор Remesh, который находится, сейчас покажу где. Если мы выделим объект, перейдем в раздел модификаторов. В добавлении модификаторов мы увидим в разделе Generate Remesh. Он создает сетку из одних только квадратов для вашего объекта. Но эта сетка, она как таковой именно топологии не имеет. То есть никаких, понятное дело, чистых последовательностей полигонов вокруг нужных вам деталей не будет. Она очень грубо автоматически превращает все в четырехугольники. Это удобно, когда, например, вы сразу хотите поработать над детализацией поверхности, а чистовую ретопологию сделать потом. В таком случае вы можете, например, воспользоваться модификатором Remesh. Это я имела в виду под чистовой и черновой разверткой. То есть черновая развертка, это я подразумеваю черновая ретопология. Это именно, например, воспользоваться модификатором Remesh, получить одни четырехугольные полигоны и дальше делать какие-то детали на мультирезолюшене, а потом уже делать чистовую сетку. Либо можно сразу сделать чистовую сеточку, аккуратную. Здесь стоит обратить внимание на то, чтобы получить идеальную сетку для вашего объекта, можно только руками. Поэтому, несмотря на все те преимущества, которые дают автоматические варианты ретопологии, и хотя они могут послужить основой для дальнейшей детализации, то все равно хорошую сетку нужно делать руками, нужно делать самостоятельно. Ну и опять же, как я говорила, потом детали, которые вы сделали на вашей топологии, вот здесь, на динамической топологии, вы сможете перенести на вашу аккуратную сетку, и у вас получится красивый объект. Итак, допустим, мы сделали ретопологию этой модели. Посмотрим, как она выглядит здесь. Вот мы сделали такую сетку для этой модели и добавили ей уровни подразделения. Перенесли детали с нашего динамического скульптинга. И теперь, если мы будем поднимать уровни подразделения, то полигонов в этой модели будет все больше и больше, и мы сможем скульптить какие-то уже микроскопические детали, детали поверхности, например, кожу, какие-то трещинки и так далее. Мы можем их скульптить на поверхности, то есть создавать уже более высокий уровень детализации для нашего объекта. Но, опять же, после того, как мы все вот это сделали, мы можем пойти двумя путями. Либо мы оставляем все как есть, просто красим вершины и выставляем эту работу в портфолио или куда там еще на скетчфаб и так далее. Либо мы можем пойти сложным путем. Раскрашиваем сразу вершины, либо оставляем раскраску позднее, на более поздний этап. И мы можем запечь высокополигональный наш объект на лоу-поле. В данном случае, так как мы работаем с модификатором мультирезолюшн, то мы вообще можем воспользоваться тем, что мы можем запечь с одного уровня подразделения нашего объекта на другой. То есть получить детализацию нашего подразделенного, суперподразделенного, супердетализированного объекта на достаточно низкополигональной сетке этого же самого объекта, который мы видели. Итак, если мы раскрашивали вершины на этой модели, мы можем затем запечь цвета поверхности. Также мы можем запечь все необходимые нам карты, такие как карта нормали, ambient occlusion и так далее. В общем, все те карты, которые у нас есть в разделе запекания, мы их все можем запечь с высокополигонального скульпта на низкополигональный. И затем, когда мы получаем низкополигональную модель и набор карт, которые мы запекли, мы можем воспользоваться этими картами для создания уже либо поверх раскраски какой-то дополнительной, либо для большей детализации модели с помощью текстурирования. В общем, мы можем еще дополнительно поработать над этой моделью. с помощью полученных нами карт. И при этом у нас в ней будет достаточно мало полигонов. Такую модель мы можем использовать в дальнейшем, например, при анимации или, например, в играх. Ну вот мы посмотрели в общих чертах на создание скульптинга, на то, когда, от какого этапа к какому переходить и как получить наш финальный результат. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.